Как из обычного листа бумаги создать настоящий сувенир, в чем секрет долговечности скульптурных композиций из соленого теста? И почему в последние годы все более активно развивается такой вид рисунка на теле, как арт-визаж? Ответы на эти и многие другие вопросы смогли получить гости в рамках очередной встречи музея и компания. Новая встреча представляет педагога и его творческий коллектив. В этот раз в гостях у хранителей истории, воспитанники из-за студии «Краски» и их талантливый наставник Татьяна Латыш. В творчестве главное все-таки любовь к детям, потому что если не будет дружеских доверительных отношений, конечно, работы будут не такие яркими и искренними, если ребенок не доверяет педагогу. И как бы не давить на ребенка ни в коем случае, просто использовать его возможности, а не свои какие-то желания. Каждая встреча позволяет гостям мероприятия окунуться в мир творчества не только визуально. Любой участник мастер-класса может сам попробовать воплотить полученные знания в маленькое произведение искусства. Наверное, поэтому проект «Музей и компания» стал одной из наиболее популярных инициатив в детской и юношеской среде. В зале практически никогда не бывает свободных мест. Как говорят, что воспитание начинается с колыбели, так и нам кажется, что детей нужно к музею приучать с раннего детства. Вот самых маленьких. Прийти посмотреть на зайчиков, куропаточек, мышек, а потом все больше и больше и больше. И со временем ребенок просто понимает, что он может в любое время для того, чтобы хорошо провести время, что-то узнать новое, прийти в музей. Но не только творческие мероприятия в программе работы многопрофильного центра детей и молодежи. Есть здесь место и спортивные составляющие. В очередной раз педагоги стали авторами большого праздника здоровья. Участие в нем приняли не только представители спортивной команды учреждений, но и ребята, находящиеся в социально-педагогическом центре. Мы очень рады, что к нам приходят другие учреждения нашего города. И сегодня мы с большой радостью встречаем на нашем празднике детей социального приюта. Мы тоже хотим, чтобы эти дети оздоравливали, чтобы они знали все-таки здоровый образ жизни, что это такое. Быть всегда рядом с нашими детьми. Такое кредо выбрали для себя сотрудники многопрофильного центра детей и молодежи. И пообещали, что специально к тысячелетию областного центра они придумают для мальчишек и девчонок много нового и интересного.